Как теперь выясняется, это уже не нужно иметь гражданское мужество, чтобы брать и делать акты местного самоуправления. Банальные и простые, казалось бы. Открыто заявить о своих предпочтениях решились представители около 200 общественных организаций города. Не остались в стороне предприниматели, ученые и журналисты. Единичными оказались голоса рядовых омичей. Возможно, этим и объясняется состав претендентов на пост народного мэра. По мнению респондентов, в кресле градоначальника вполне может оказаться и зампред правительства Владимир Компанейщиков, и директор департамента городского хозяйства Сергей Фролов, и даже нынешний мэр Омска Вячеслав Двораковский. Достойной кандидатурой сочли и самого инициатора народного голосования Игоря Зугу. Его фамилия прозвучала трижды, однако на прошлой неделе он не подтвердил своего намерения участвовать в выборах. Не сделал он этого и сегодня. Там есть люди, которые имеют потенциал, на мой взгляд, но не меньше пяти человек, кто потенциально при правильной работе с ними, при определенном опыте, это потенциальные мэры, ну или хотя бы главы районов и мэры. Я бы не вообще сейчас, вот вы натолкнули меня на интересную мысль. Нам надо было еще не только мэра, но и глав районов еще затронуть. А почему нет? Может быть, на мэра он не идет, а на глав района, почему бы не попробовать отдельным людям, но сначала, ну он хочет мэром, да, но давайте мы начнем с района. В списке претендентов на пост народного мэра оказались 30 человек. Теперь дело за счетной палатой. Им предстоит провести глобальный опрос среди жителей города. Задача выяснить, хорошо ли знакомы им претенденты и кто из них наиболее достоин управлять Омском. Наш регион пошел по пути усиления именно управленческой роли. И тем самым снижая несколько участия граждан в принятии решений. То есть местное самоуправление несколько сжимается. Это и видно по нашим действиям законодателей, это видно по межбюджетным отношениям. Но, видимо, такого реалия. Но не участие граждан, не выражение гражданской позиции, не публичное обсуждение даже принятых решений, оно грозит тем, что территория без участия людей все-таки будет терять позиции и выключать жителей, граждан из института самоуправления. А это уже тревожный знак. Народное голосование стартует 5 июня и завершится к началу июля. Однако, как выяснилось, его результаты не столь важны. По словам Игоря Зуги, на выборы мэра они не повлияют. Решение останется за членами конкурсной комиссии. Опрос инициировали, чтобы пробудить в людях интерес к политике и вернуть желание участвовать в выборах. Ксения Туечкина, Андрей Кузьмин, Антенна 7.